Девушки отдыхают Но зато за смешные, за какие-то кривляшечки, за какие-то, возможно, артистические находы За попадание в образ, в конце концов, да, я буду начислять один балл, но если Женька может дать всего два балла за один вопрос, я за каждый вопрос могу по одному баллу раздавать хоть вообще до бесконечности Участники сегодня, о-го-го Человек с самым слезливым именем и самой хихикающей фамилией Лука Ахинекадзе Ах, слезы Аааа Понял, понял, понял Давайте поаплодируем этому голову урока Ну так Человек, в котором есть что-то и от внешности Хрущева и от имени Хрущева Никита Никитин Никита, привет человеку которого уже обшумели летние дожди но которого по-прежнему обожаю стоматологи шура сейчас вы можете просто предположить или захотеть кого-то конкретно вот хочу вот мол хрущева того же самого сыграть я икатильна вторая хочу коня хочу в коня блин а мы что-то подумали что мужской нужен образ я хочу муамара каддафи потому что у меня есть я недавно определил для себя что у меня есть три кумира муамар каддафи луисе кей и катя адушкина странный список почему там каддафи каддафи единственный кто жил в своем шатре на красной площади прикинь а ленин бля ты чую ленин до сих пор живет шатри на красной площади не пизде не каддафи наш лучше а почему из этих троих ты не хочешь быть катя адушкины но ей уже 18 исполнилось я смогу а почему почему адушкина но это странно будет звучать но когда сын с ей было 15 я начал за ней следить уже звучит но теперь ей 18 поэтому я же могу что она клёвая девчонка мой любимый блогер катя адушкина йоу она клёвый танцор она встречалась с парнем но они расстались потому что она повзрослела и она еще и поет юбка маню сейчас только не поет и тихо мать кто только не поет бабки сидят уже хором уже бурановский блять тут только не поют никита каждый раз ты задаю вопрос каким персонажем ты хочешь быть ты приготовил ответ из исторических из исторических ну птеродактилем ты хочешь чтобы рядом с широй была огромная какая-то птица которая могла увезти прикинь катя адушкина екатерина вторая екатерина вторая и птеродактиль вот это выпуск вот это кликбейт ну ты почти уже угадал но так или иначе у нас есть раунд который называется угадай кто ты для начала участникам предстоит угадать кем они будут а если вы угадываете кем вы сегодня будете вы получаете два балла с кого начнем давай с луки начнем говорят что ты железный кто ты железный леди ты железный леди да я железный леди железный железный полководец но решала решала некий решала ты решала ты родился в пруссии три года служил в россии а в итоге объединил германию кто ты родился в пруссии жил в россии а по итогу объединил германию бисмарк от то фон абсолютно где да это вот это пушкин это гоголь это что началось для патра лежала тут было уже это они повторяются что нам осталось что не знаю все посмотрим действительно вам да буквально хорошенький там только екатерина птеродактиль остались не застоктожил на кого дальше никит возможно ты самый известный троечник по физике кто-то ну значит какой-то физик после аэнштейн ну конечно альберт энштейн все правильно спасибо случае когда никите не нужно будет сбривать и усы в историческом кристендапе шура ты жил с любовницей и ее мужем а он слушал как они занимаются любовью до через стенку да да и кайфовался перевернулся а потом еще и его ездил отдыхать на акулию гору фонталь те нагрузки фестиваль надо бери гитару палатку пиздуй самый известный владимир владимирович но 100 летней давности он и тогда тоже я даже не доверяю давай так ты многим рассказал что у тебя в штанинах маяковский да абсолютно верно уже начинайте писать комментарии похож один в один ну реально и мое солнышко во первых шура и волосы не виделись давно а кому из вас на ваш взгляд будет сегодня сложнее всех исходя из того образа которым получил бисмарку без а что ты знаешь про бисмарк вообще знаешь что нибудь что он крутой мужик что он очень смелый ну и что он еще добрый да жаль конечно этого добряка мы хотим увеличить вас и ваш интерес у нас есть призы а у нас и все раунды так 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 хорошо сегодня мы решили взять главный приз из передачи любовь с первого взгляда это романтическое путешествие а куда узнаете собственно говоря когда как только победите открою губы блин на некий а когда вы посмотрите интеллектуальную передачу кто хочет стать миллионером призы будут какие-то соответствующие когда ты прям выигрывать рассчитываешь там приходишь а сколько раз уходил я чё зря про патеродактелей гуглил сколько ответов которые ты мог бы дать если был бы патеродактилем подойдут энштейну ну все отравляем наших участников на грим скоро возвращайтесь и продолжим отто фон бисмарк владимир мальковский была задача быть похожим больше на клявера чем на шуру вот на ленин и мне гвоздичку ложись вот так вот сейчас решим вот то фон как тебе расскажи чувствуешь себя каким-то важным да я уже последние полтора часа хочется объединить комфортно тебя в целом да да вообще не очень очень все громоздко ребят я сейчас в ахуе и над признаться это уже наш не первый выпуск вы про это знаете вы про это все про это знают а у нас не было на мой субъективный взгляд ни разу такого реального совпадения с помощью гривы и костюма чем наш альберт энштейн это что-то что-то поразительное вообще просто стоит заметить что и я это не сам делал да это аплодисменты художникам и гримером давайте поаплодируем этим ребятам во вторых сколько я не пытался объяснить как выглядит птеродактиль у них не получилось гнезда все равно то сохранил в итоге я выгляжу не как ученые а как скорее у человек который в макдональдсе в туалете моется и ты еще не можешь понять как работает система с мылом тоже было а сейчас нет бумагой пока нет она не выйдет я реально какой-то бомж дракула вот это очень думаю а может быть маяковский он прямо такой был узнает не побрился три раза уже такой ребята раундов будет много первый раунд называется я себя знаю в этом раунде участники отвечают на вопросы о своих персонажах ну давайте начнем с бисмарка давай так если бисмарк весь вечер сегодня будет таким так ну что первый факт после службы в россии именно это слово в русском языке стало твоим любимым слушайте я на самом деле я думаю что там хуй с ним вот это как спасибо или там хорошо ну то есть вот что-то такое вот элементарное что является очень популярным ответом на многие задаваемые вопросы а у стругацких в книге еще так называется институт но это прям сложная подсказка ничего запутал датчику ничего да да слово ничего говорила мой парень и бисмарк встречаемся как любил слова ничего что даже кольцо с гравировкой со словом ничего ты уже чего не хотел сказать ты уже не отмажешься от этой ситуации я просто я я смотрю на всех вас так или иначе женькины глаза только на эту верхушку твои этой шапки больше ни на что 2 балла у нас получает бисмарк вопрос твоя жена так о тебе говорила он настоящий гений он умеет делать абсолютно все кроме беззвучного пердежа да вот такое вот шоу будет ладно давайте дубль давай у нас гений он умеет делать абсолютно все кроме беззвучного пердежа хороший вариант но ты ты уже так давай ученые редко умеет это делать целоваться с языком есть стереотип что отечественные ученые вот это точно про них зарабатывают абсолютно верно вопрос будет о вас возлюбленная ливия брик называла вас именно так мы можем определить ситуацию бытия маяковского в его квартире слили брик ее мужем ее мужем как на к начинается возлюбленная ливия брик никак иначе кроме как кукол в маяковского не называла ну хорошо один балл это хорошая версия так что это ругательство боярского но не из мушкезеров а из гардемаринов учетом тоже помогло ну вот как она его называла он еще был голубой хорошо кто может быть голубым у меня такие обломы я клянусь я задаю этот вопрос маяковского клянусь так а из детства кто может быть голубым с детства а иди по детям где ты упать у господи из детства додумался ответ подсказал мне это не надо так делать щенок щенок да абсолютно правильный ответ а ты не знал ну мы поделим ваши баллы пополам один маяковскому один эйнштейн и так будет справедливо но в любом случае до утра бы думал так супер и еще один кружочек а голубой щенок ты делал это 27 раз после одного из таких случаев у тебя остался шрам на лице это как надо умудриться из руки шлем не выложил но это кунилингус 27 раз это кунилингус для женщины с пирсингом 1 балл тоже может быть но правильно ответа пока не прозвучало он 27 раз надевал шлем а снимал 26 одевал они был хорошо так поцарапался такой ну все снимать давай что в бисмарку было сообщение ловко некомфортно наш александр сергеевич пушкин делал это 29 раз абсолютно правильный ответ стрелять два балла маяковскому в 1952 году тебе предлагали занять эту должность какую у меня нет вариант хороший один балл но нет нет что-то еще статус ней круче колоссально круче специальского слова колоссально чтобы вот ты понял насколько это мощь стать президентом голосов в любом случае получишь два балла но президентом какой страны давай подумай альберт спасибо за подсказки 1 балл немецкого бисмарку а ну что военные и такой блин штрафуют за нарушение санитарных момент какой-то такой я вызвайте на дурку можете вернуть тупо что ты еще промахнулся как ты в предыдущих двадцати семи то выживал австрия швейцария эйнштейн но австрий была в районе в африке я на все подсказки ведусь я понял кто это это исторический хеклер предсхождение фамилии вы в целом даже кажется имени вот я не выговорил просто президент лифтин нет неправильно хватит меня обманывать плачет 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 и и русалим я не такой тупой я просто добавляюсь с вами как кошка с мышками так ну что давай какому все просто маяковскому вы писали свои стихи лесенкой почему мы коски вам знакомы слова стихи да 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 а зачем он это делал лес ненавидел лес ненавидел лес бумагу портить надо будет но нет но один балл конечно но я неправильный ответ тут есть давайте так коммерческая какая-то это не творческий подход не в этом фишка занятые строчки почему больше строк так давали до время платили за количество строчек а не количество букв и слов и майковский придумал такую схему писания лесенкой бисмарк 2 балла не надо его благодарить он балл себе забрал ну и спасибо ладно пусть туда поезд сегодня итак следующий раунд называется мой портрет сейчас вы увидите по три изображения найдите себя скажем давайте сотов он бисмарк давай итак у нас есть у нас есть три портрета и никто из них не похож на вот это вот странно смотри вот у тебя такой же стул прямо сейчас а да блин спасибо бро это точно я я я думаю что это человек в середине я больше чем уверен что это фото фон бисмарк первая картинка рид ярд киплинг третья картинка павел милюков центральная правильно отто фон бисмарк 2 балла хорошо круто альберт где энштейн номер один получается середине это кто это рассказываем в каком варианту я пришел ну смотрите по цвету волос серые там черный там один вообще в кепке ну это не цветные фотографии дедушка нет у тебя обратный дальтонизм реверсионный 1 2 3 но первое треть картинка фидель кастро вторая картинка адольф гитлер первая картинка альберт энштейн совершенно 2 балла да да а цифры называть не буду на 3 3 подожди подожди надо отметить что первый на тебя похож в жизни глазами 2 этого и из яндекс такси взяли чуть фотографии до причем и я думаю что второй второй потому что первый супер молодой пусть все-таки разбежались или вам утрите все разобрали мужику прикольно что маяковский выбирает по остаточному принципу первая картинка даниил хармс 2 портрет это владимир майковский 3 это эрих мария и марка так что здесь мимо баллов я хотел узнать а там это эрих мария и марка там только один человек был на картинке я я просто понимаю я тоже хотел так пошутить но удержал себя и за то что ты сдержал себя ты получаешь балла ты не получаешь ничего следующий раунд следующий раунд снова с картинками зверьё моё называется тут будет четыре картинки 3 это какие-то ваши с вами связанные животные а четвертое не ваши животные запутываем вот таким образом тиродакте хода ваша задача разобрать собственно прости пока пока мы не начали за патеродакте баллы не успокаивается и так где чья собака подумайте ну у меня есть вариант давай конечно же немецкий док это же вот этот док но это докур на не все доллары где 3 огромный дом равный немецкий док хорошо это бисмарк есть еще вариант глюкозы нет там доберман был а ну-ка забери свои слова обратно у меня в детстве эти как козы висели очевидно что это что это шоу с подвохом все собаки цветные значит они все еще сейчас живут на одной моей здесь нету а не может быть здесь есть похоже на твою давай так это зверьё похожее на моё называется раунд вот и один балл уточнение получает инштейн так есть вариантов инштейна чья бульдог мой как пород какая можно вдвоем всем на будет ну я из тебя так а вот это первое это первое это терьер это колли вторая соответственно правильно было сказано бульдог и третье это немецкий док собаки похожи на своих хозяев вот это белобрысая уставшая от жизни а это нет это не картинка или четвертая или вторая третье выбирает ну получается первое такого не было кстати ни разу вы угадали абсолютно правильно каждую свою собаку инштейн интерьер маяковский французский бульдог бисмарк немецкий док и николай второй колли ну мы избивали вас просто это собакой вот фото подтверждение аплодисмент участникам по 2 а можно вопрос исторический квист стендап а что значит x исторический квист стендап у вас еще x я понимаю почему ученый доебался до икса это вас неизвестно вам надо найти центральная поликлиника я тоже не молодой самое тупое что я все это время тоже думаю следующем раунде участникам нужно угадать слова пропущенная в их цитате мне самой природой было суждено стать дипломатом я родился один балл конечно бисмарк был таким я бы просто восторген был самой природой было суждено стать дипломатом я родился его на дипломом дипломом дипломата до 1 балл хорошо это конкретная дата и в этом есть мудрость какая он родился на рождество а в чем тогда логика дипломатии но он просто завалировал местные самой природы было суждено стать иисусом я родился в рождество но давай по порядку пойдем я родился первого января нет я родился 2 января мне нравится мы да правильный ответ дойдем но парик вербулки попали давай просто первым по первым числам месяцов пойдем и все так будем а первого мая нет 1 июня нет 1 апреля успел чтобы стать безупречным членом стада овец нужно в первую очередь быть первую очередь быть безупречным нет причем мне кажется это вот именно вот этот вот вариант что и наговорил чтобы стать безупречным членом стада овец нужно в первую очередь быть овцой великая цитата чтобы вы понимали сайт вконтакте 2009 год мой статус и так маяковский вы товарищ возражаете как будто унижаете о хорош за попытку рифмовать баллы буду я давать там просто весь матов реально рифма как будто товарищ возражаете как будто выражаете половину ты угадал но на вид то бы найди первую половину которые тебе недостаточно сейчас до правильного ответа найди собственно в одном из слов которые уже напечатаны ежа рожай я думаю что с 1 апреля совпадение был вы товарищ возражаете будто возражает товарищ возражаете как будто возражает это всемирная организация здравоохранения дружба между мужчиной и женщиной очень слабеет при драках один балл один балл за измену если вы мне за каждую измену давали балл при тяготению друг другу вообще вот еще блюешь радугу очень слабеет при приглушенном свете и сейчас мы у тебя вытащим правильный ответ реально когда приглушается свет в романтических ночью абсолютно верно дружба между мужчиной и женщиной очень слабеет при наступлении ночь наш маленький романтичный генерал если вы не можете это объяснить ему вы сами этого не знаете нет тут напрашивается что дураку дураку да логично но если вы не можете это объяснить шестилетнему ребенку значит вы сами это не понимаете совершенно верно два балла я в париже живу как дэнди женщин имеют до ста мой как сюжет в легенде из уст переходит в уста мы переходим к раунду который называется что было раньше приглашенный гость эксперты рассказывает историю про ваших персонажей ваша задача угадать чем закончилась та или иная история да пожалуйста вопрос а откуда он знать эти истории с тобой все сложнее сложнее конечно с каждой минуты мы любим хорошие вопросы итак если бы каждый из вас в свое время завел бы какой блог в интернете этот человек права знал бы еще больше чем на данный момент встречайте обзорщик русского блогинга антиблогер всем здравствуйте привет есть какая-нибудь информация по кате адушкины к несчастью для всех да 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 я полгода назад это выпускал поэтому не актуальная информация уже к сожалению можно прежде чем большое спасибо я давний поклонник вашей передачи ставлю лайки все вас передача гордитесь этим да и рассказываю рассказываю друзьям о своей странице вконтакте только там а ты знаешь тогда в таком случае что означает x я вот кстати если честно думаю что x это персона x поэтому при клинику до x это центральная поликлиника мне удобнее начать с маяковского и так история такая как известно маяковский был весьма экстравагантным человеком откуда известно экстравагантным по источникам который предоставила автором программы википедия и так мишки а википедия откуда это знаете я докопаю сейчас дедушка подачите это когда к 6 утра курица или яйцо сидят двое пьяных на кухне экстравагантным человеком был маяковский и также он был футуристом соответственно он посещал собрание футуристов но эти собрания были скажем так закрытыми не туда не все могли попасть и по особым списком и на одном из таких собраний оказался илья репин это художник если кто не знает и это человек который зрит в будущее в своем творчестве соответственно илья репин был очень вдохновлен выступлением маяковского который в этот момент выступал со своими стихами дали цитата я хочу написать ваш портрет ваши вдохновенные волосы приходите ко мне в мастерскую воскликнул репин приходит в назначенное время маяковский и что было дальше что же там такого случилось и достают и широкий штанин говорит на рисуй один балл хороший а репин говорит а я-то рисую природу он говорит рисуй в кустах еще один балл ничего себе нарисуй на нем елку добавь ему веток будет репина картина оттофон альберт есть варианты ваши соображения у меня только одни члены теперь нет вариантов ну он же футурист поэтому он пришел как робот и он двигался и он не мог его зарисовать один балл за футуризм ладно пускай так будет он же футурист поэтому пришел он такой а можете референсы показать референсы по дедлайну можем пройтись так хорошо это тоже про будущее один балл давайте небольшую подсказку вам дадим мы попросим антиблогера прочитать еще раз ту самую цитату Ильи Ефимовича Репина как будто бы это может явиться подсказка если на этом сделать акцент делаю акцент только читать на память нельзя я хочу написать ваш портрет ваши вдохновенные волосы приходите ко мне в мастерскую воскликнули кто первый сказал а я бы судил с бородой хотя у него и не было ее все по два балла получили действительно маяков специально обрил свои волосы и пришел к Репину совершенно лысый но это не отрицает версию с роботом все могут править википедию поэтому сегодня я знаю чем ты займешься кто следующий перейдем к отто фон бисмарк как мы уже сегодня выяснили 27 раз он участвовал в дуэлях среди них попадались в том числе интересные однажды он принял участие тоже в необычной дуэли он вызвал на поединок ученого Вихрова Вихрову в свою очередь осталась возможность выбрать орудие оружие для этой схватки Вихров выбрал И он выбрал силу ветра Он же Вихров, да? Один балл, ладно Если не сейчас, то когда? Вихров, это как Хадукон Вихров, извини Все в порядке, это твое шоу Я думал, что он ученый и он выбрал БФГ Но ведь это еще не все, что в этой истории есть Это наши ученые приколы один балл за душные ученые приколы итак выбрано было оружие ученым вихровым и достаточно оригинально оказалось это оружие но в нем не было ничего необычного если учитывать немецкое происхождение бисмарка теперь прошу что за оружие выбрал оппонент что за оружие на колбасках до стушеной капусткой рубина с рулькой блин погоди а давайте скажи пожалуйста если это но представь на полном серьезе люди один человек выбирает дуэль на колбасах колбасках на колбасках их может решить как можно определить победителя если это дуэль на колбасках ну это до смерти быстро чтобы на колбасках хватаешь за голову и в горло он как будто бы ел и поперхнулся и никаких взяток там ничего это два балла в любом случае потому что это это весело я понимаю это весело но это действительно правильный ответ дело в том что вихров который ну не очень наверное был на таком опыте как бисмарк со своими дуэлями с их количеством он выбрал дуэль на сосисках и одно из них выдавать одна зиму то травленная вторая нет просто рандомом выберем прикинь отказаться от подобного от подобной дуэли один балл гурману бисмарку отлично финальная последняя серия про альберта эйнштейна значит за ним была замечена такая особая деталь чуть не соответствует сейчас но тем не менее альберт Эйнштейн не носил носки вообще в принципе не носил носки даже на официальной встрече это у меня обморожение не носил носки в том числе на официальной встрече и соответственно исходя из этого за ним была замечена еще одна на необычная привычка вернее ее отсутствие и все поменялось в тот момент когда он встретил свою жену будущую какую деталь его жизни она помогла ему исправить он не здоровался за руку а с ней начал здороваться да ты так считаешь может быть такое давайте он не занимался любовью до этого не носил носки и поэтому не трахался жена изменила изменила его уклад слегка неопрятные так жена зачем нужна жена он не мыл ноги на пару часов прервемся давай конечно она может стричь ему ногти не носил носки и не стриг ногти один балл но нет неправильно вы не знаю как будто я могу представить что есть люди которые не носят носки и не стригут ногти зубы абсолютно правильный ответ 2 балла ты чё читал говорил что сети на зубной щетки способна просверлить даже алмаз и просто даже буквально побаивался а как жена это исправила честь и зубы альберт может пожалуйста рот так нормально мне кажется подход к за что мой семейной жизни за что вот эти чем-то обидел пусть поговорить об этом я все да я не знаю просто такого конфликта у нас еще не было на проекте а теперь и добро на сине земли и добро другим обладаем дали не будет только добро я понял что тиктоник очень неудобно один балл за то что громад фото на каске мешает танцевать тиктоник все молодцы особенно молодец наш приглашенный гость антиблогер спасибо тебе огромное раунд который называется что вас объединяет у вас есть пять минут пишите на здоровье чем больше ответов тем больше шанс попасть правильно во первых и тем больше получить возможность баллов вот за какие-то просто интересные ответики которые могут подойти к вопросу что вас объединяет посмотри они идут прям практически ноздря в ноздрю двое из трех кто победит как низко не привыкать я смотрю на нашему яковского сегодня думаю а вот он прям точно вот это слово футурист он был тут немножко футурист я все так ну что давайте но бисмарк с тебя начнем ты подождите подождите ребят во первых поскольку я участвую не первый раз а я каждый раз думаю что надо придумать заранее ответ но забываю про это во вторых поскольку я здесь участвую уже несколько раз я знаю правильные ответы в честь нас назвали аэропорты ты просто в последний раз когда был узнал что вот тех людей это объединяет мы такие о этих тоже это объединяет да нет тогда это все на вечере близ хутора диканьки вот это нет ты больше не гоголя не пушкин давай соберись пожалуйста ладно от афон бисмарк у нас у всех были мужские соски ну это нет мы все левши так или правши это два разных ответа да 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 так у нас у всех были собаки это мой ответ и у нас у всех извините что после собак у нас у всех были жены главное не за место за собак и жен по одному баллу по 1 балл дадим хорошо суммарно отлично владимир владимирович мяковский у меня только два сошлось в моей башке на сегодня я просто лестнице с утра писала немножко так спотнулся и там винить полетел в эту кубарь и полетел но не карьера да да не говорит мы все наверно любим пожрать и у нас у всех любых животным судя вот тогда когда собачки у нас у всех была любовница тише а ты выбрал просто мы все не живу уже все у меня парить чешется пиздец не могу там что у альберта написано так во первых мы все выглядим вот если а если вообще снять без главное ну ладно они не будут снимать мы все выглядим как банда очень креативных попрошаек ну то есть это вообще не человека сожительств пусть говорят какой-то я слезу вызываю понимаешь вот это вот это ну и чтобы до подтвердить подайте на пиво вот чтобы я ходил знаете на кого я похож сейчас я скажу значит учительница биологии у которой проблема с гормонами так ну что ну и конечно же правильный ответ мы начало анекдота встретились немец евреи русские очень хорошо почему не я догадался до этого не расстраивайся это фон бисмарк ты догадался до правильного ты прозвучал он у тебя поэтому еще плюс два балла реча еще слава на мужские соски настолько до этого аэропорты и спектакли и правда теперь мужские соски стрелялся именно так бисмарк писал именно так маяковский и именно так все свои чистил зубы в том числе именно так все свои вычисления записывал нам на огромное количество досок альберт энштейн вы все левши друзья у нас сегодня побеждает альберт энштейн ребят я шел к победе тут ничего не туда ты шел все это передачи это все ложь я не альберт энштейн ну не почему я это не шура предыдущих передачах они хоть делали вид что что-то дарят они дарили тенге шапку дарили да какие 5000 в прошлой передаче была победа в этот раз дайте деньги они распечатали я даже не уверен что вы печатали это что-то с полки у кого-то взяли кто из вас выиграл в любой с первых взгляд признавайтесь я вот это сюда приклею марки и отправлю это в суд так а это нет погоди у нас антиблогер здесь был давай ему чтобы тут все вранье я вот эта женщина даже растения не настоящие вы прежде всего мать вы мать прежде всего как можно такое говорить вы понимаете я я у меня сегодня ну я бился за секс по факту а вы ну я думал сейчас какой-то женщине я скажу мы едем в романтическую путешествие куда бы там не было какая бы там не было жопа но но было бы весело а вы вы просто вы серьезно посмотрите в этот пустой конверт и в мои пустые глаза и скажите что это серьезно слушайте а как он вообще выиграл ребят спасибо большое очень приятно так в нашем шоу еще не портились отношения с участниками настолько плохо эстрадным знаменитостям сейчас ты мне представляешь а ребята расскажите что понравилось как понравилось комфортно ли вам ой я знаю что мне очень понравилось подарки ваша блять щедрость внимание вот это отсутствие унижения тупое как ты не понял что икс это исторический клист стендап очень не токсичная атмосфера мне понравилась приду еще шура прошу у меня немножко клей начинает поступать к мозгам сейчас я как инштейн а там еще и парик там еще и волосы откуда вообще в моей жизни волосы вот это вот мне понравилось все тем более я сегодня урвал еще и пакетик я вам так скажу когда несколько лет назад я уходил из должности врача в больнице у меня мать спрашивала у тебя план есть вот мой блять подождите так тихо 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 хотя бы статус чемпиона исторического квестендапа икс что-то значит в этой жизни поликлиника да я могу хвалиться перед дамами и как ну как ты себя представляешь вы что меня не узнали привет снимает парик так привет вы что не узнали меня это же я Эйнштейн Пушкин Гоголь чемпион исторического я тебе научу привет видел мой язык на фотке да чувак это работает да 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 ребята мы будем на сегодня заканчивать спасибо огромное всем всем кто принял участие в сегодняшней программе Никита Никитин все новый фаникад за это был исторический квестендап все пока-пока биба боб биба боб ой ой